Веселые старты Сегодня Сарфатыини Яумифи – один из ведущих филиалов Ядерного университета. Саровский физтехно считает более тысячи обучающихся. Для них открыты 10 научно-исследовательских и 40 учебных лабораторий, корпус, общежитие. Скоро построят и второй. Это прекрасный подарок для вас, потому что если не будет форс-мажорных обстоятельств, уже в следующем году вы заедете в прекрасное новое общежитие, которое будет укомплектовано по последнему слову. Это будут блоки с кухнями, со стиральными машинами, с микроволновыми печами, с телевизорами. То есть фактически это будут мини-квартиры. У студентов Саровского физтеха блестящие перспективы на будущее. Последние несколько лет растет их востребованность в ядерном центре. У студентов еще во время учебы есть возможность перенимать бесценный опыт ведущих ученых в НИИ, в которые руководят базовыми кафедрами. Кто руководители или заведующие кафедры? Это, как правило, директора института, это ведущие ученые не просто Сарова и не просто России, это ведущие ученые мира. И эти ученые известны во всем мире, хочу вам сказать. Они наперечет за ними следят, и им есть чем гордиться. Действительно, это замечательные специалисты, и ряд из них преподает и являются прекрасными преподавателями. С самых первых дней учебы в ВУЗе студенты могут принимать участие в различных конференциях и чтениях, получать повышенные именные стипендии и работать в научных лабораториях. Студенты выезжают на практики и стажировки в другие филиалы ядерного университета. Также у них есть возможность участвовать в различных спортивных праздниках, культурных программах, вести насыщенную общественную деятельность. Учеба учебой, наука, работа – это все понятно. Но я вас призываю участвовать в проектах общественных, таких как стройотряды замечательные. Вот я вижу, ребята у вас сидят в курточках стройотрядовских. Это тоже здорово. Участвовать в различных мероприятиях, которые организуют для вас как ваш ВУЗ, так и любые молодежные объединения в городе. Жизнь, она такая. То есть она порой неожиданна и бросает вас туда, куда вы и не ждали. Поэтому будьте готовыми ко всему, развивайтесь многогранно, участвуйте во всем, в чем можете, в чем вам интересно участвовать. Первокурсники САРФАТИ – это будущие ученые, инженеры, конструкторы, программисты, математики. Для них открыт целый мир. Они могут выбрать направление, в котором будут развиваться. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей САРОВ, 24. 25 миллионов рублей получит САРОВ на реализацию одного из проектов, за который проголосуют большинство жителей города. Голосование проходит на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области». Выбрать предлагают из четырех проектов. Подробнее о них представители администрации рассказали заинтересованным депутатам на совещании в Думе. Первый проект «Зато САРОВ яркий» – это реализация программы праздничного украшения города. Сквер на проспекте Мира. Это светодинамические фонтаны. Это площадь Комсомольская, консоль световая. Это улица Бессарабинка, тоже консоль. Проспект Ленина, консоль. По улице Академика Харитона. Это декоративная подсветка деревьев прожектором с креплением к существующим опорам освещения. Оборудовать световыми элементами предлагают территории музыкальной и художественной школ. Сквер напротив, улицу Силкина возле кинотеатра. Второй проект – современные площадки в каждый детский сад. Он предусматривает замену существующего покрытия уличных физкультурных площадок и установку нового оборудования на них. В случае победы этого проекта будут оснащены все детские сады, кроме 8 и 44, поскольку такое оборудование там уже есть. Мы что тут подразумеваем? Приобретение чего? Приобретение скамеек, лабиринтов, кубиков и по 19, и по 17 штук, стенка для метания 62 штуки, лаз какие-то, ручеек 14, балансир утенок 92 штуки, ворота футбольные у них. Третий проект – городское лето в парке. Это покупка и установка трех аттракционов в парке имени Зернова. Также отдать свой голос можно за «Зато Саров доступный». Тогда 25 миллионов пойдут на приобретение пяти современных автобусов, оборудованных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдать свой голос можно до 15 сентября. Для тех, кто не может выбрать проект через интернет, предусмотрено голосование в многофункциональном центре. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Парад созидателей – традиционное завершение муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса, который проводится по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом». В этом году сотни саровских школьников писали сочинения о созидателях атомной отрасли и атомного ледокольного флота, а также о вкладах членов своей семьи, работающих в УРФИАЦ МНЕФ. Для чего это нужно? Чтобы мы поблагодарили тех, кто создавал ядерный щит России, кто строил наш город, отдали дань уважения этим людям. Во-вторых, для того, чтобы мы поблагодарили тех, кто и сегодня трудится на благо укрепления обороноспособности нашей страны, развития фундаментальных исследований гражданской продукции. 2000 саровских школьников приняли участие в конкурсе «Слава Созидателям». Из 122 сочинений жюри выбрало 32 лучших. На торжественное награждение пригласили победителей и героев работ. Группа поддержки из числа учащихся, педагогов, родителей, ветеранов и гостей. Ученица 14-й школы Виктория Ладина третий год участвует в конкурсе. В этом году она написала о заслугах своего дедушки и стала призером. Я рассказывала о своем дедушке, о том, как он приехал в город, какую деятельность он вел, с чего начинал и как все происходило. Самое главное, что дети услышали подлинные истории своих знакомых, родных, наших земляков и смогли рассказать об этом большому количеству людей. Дедушка Виктории проработал в ядерном центре 43 года и внес большой вклад в развитие города и атомной отрасли. С первого дня моего пребывания и до ухода на пенсию был в воспитательном подразделении, прошел путь от инженера до начальника отделения испытательного. На моем счету более 50 испытаний на полигольных, на различных. Так что я все это и рассказал, как приехал в город, какой был город. Мне это было удивительно новое. Программу награждения украсили творческие номера лучших артистов города. Социально-исторический проект «Слава Созидателям» ежегодно становится ярче и масштабнее. Он объединяет школьников всех городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Благодаря конкурсу создается живая история развития атомной отрасли. Мы надеемся, что конкурс сохранит свои позиции, что он будет продолжаться дальше. И лучшие из лучших будут, как всегда, принимать участие и отдавать дань, прежде всего, уважение и благодарность тем людям, которые создавали и этот город, и нашу отрасль, и вообще благодаря которым мы живем в этом городе. После награждения юные саровчане дали старт новому учебному году, принесли школьные звонки и завершили программу парада. Работа победителей конкурса отправится на федеральный этап, где жюри до конца декабря определит лучших из лучших. Почему ребенок отказывается ходить в школу? Скорее всего, дело не в том, что он не желает учиться, уверены психологи. Детей еще до школы приучают испытывать страх перед учителем и директором. Страх совершить ошибки и как-то проявить свою индивидуальность. Часто учеба преподносится как наказание уже в детском саду. Знаете, что происходит? То есть вместо того, чтобы ребенка настраивать на интерес к учебе, на мотивацию, на желание, на позитив, учеба начинает преподноситься как наказание. А потом мы удивляемся, что происходит с детьми, почему суицидальные мысли, почему дети истерики устраивают. Мамам и папам необходимо прислушиваться к мнению ребенка, и начиная с детского сада рассказывать и показывать малышу мир, и объяснять, что взрослые не всегда могут быть правы. То есть показывать ребенку мир таким, какой он есть. Не розовые очки, что все люди хорошие, все прекрасно и замечательно. Что вот, к сожалению, вот оно так. Не знаю, или к счастью, или к сожалению, так устроено. И поддерживать ребенка обязательно. И всегда быть на стороне ребенка. В детском лесаду, в школе, в начальной и так далее. Всегда ребенок должен чувствовать и понимать, что родители на его стороне. Чего бы он не натворил. Почему? Потому что, если еще и родители на стороне учителей, тогда ребенок оказывается вообще один в изоляции, и недалеко действительно до суицидальных мыслей. В последнее время все чаще дети становятся жертвами буллинга со стороны своих одноклассников и детей постарше. Нередко школьники подвергаются и насилию со стороны учителей. Никто не отменял троллинг одноклассников, которые тоже бывают в школе, ну как, провоцируются неграмотными педагогами, когда они начинают там как-то стыдить, унижать, высмеивать и прочие нехорошие вещи делать в отношении ребенка. А одним словом это называется эмоциональное насилие. То есть ребенок 11 лет в школе подвергается эмоциональному насилию. Если вы видите, что ваш ребенок начал замыкаться в себе и агрессивно реагирует на различные ситуации, то это сигнал о том, что нужно узнать о его проблемах в школе. Затягивать с этим не стоит. Это может привести к печальным последствиям. Приближается сезон гриппа. Позаботиться о своем здоровье и здоровье ребенка нужно заранее. Иммунитет после прививки вырабатывается в течение двух недель. Все желающие могут сделать прививку от гриппа бесплатно. Вакцинация детей против гриппа в детской поликлинике уже началась 27 августа. Как правило, мы всегда рекомендуем проводить ее в осенне-зимний период. Вакцинация против гриппа показана детям начиная с 6-месячного возраста и до 18 лет. Особенно врачи рекомендуют делать прививку детям, которые часто болеют, имеют хронические и соматические заболевания, врожденные пороки иммунодефицита. В этом году для вакцинации в детской поликлинике используют сови-грипп. Отечественный препарат адаптирован специально для детского организма. Каждая упаковка содержит индивидуальный шприц с необходимым количеством вакцины. Заболеть гриппом именно от прививки – это невозможно. И всегда для детей приходит вакцина очищенная, то есть не содержащая консерванты. Это отечественная вакцина, она очень удобна в применении. Единственное противопоказание – это непереносимость куриного белка или тяжело-аллергические реакции на предыдущее введение вакцин. Вакцинацию детям проводят только с согласия взрослых. Прививать ребенка или нет – личный выбор родителей. Важно помнить, что никакая вакцина не гарантирует, что ваше чадо не заболеет. Однако привитый ребенок переносит инфекцию в более легкой форме, без осложнений. Заболеет он или нет – зависит от эффективности работы иммунной системы. Даже если привитой ребенок заболеет гриппом, вакцина защищает от осложнений. И все-таки достаточно серьезных осложнений – это иницифолита, это и отеки легких головного мозга. Уж не говоря о простых осложнениях – это отиты, синуситы, пневмония. Всю информацию о вакцинации можно получить у медработников в детских садах, школах и у участковых врачей. Записаться на прививку можно на сайте, либо в регистратуре детской поликлиники. О прививочной кампании для взрослых расскажем в следующих выпусках. Дарья Козина, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Иван Денисович Сафронтов родился в Башкирии в крестьянской семье староверов. Окончив школу золотой медалью, юноша поступил на механико-математический факультет МГУ. После защиты кандидатской диссертации он приехал в Саров. Уже через пять лет Иван Денисович возглавил математические отделы ядерного центра. У него был непростой характер, твердый и последовательный, как любого талантливого человека. Он имел свою точку зрения, имел твердость в ее отстаивании. Меня всегда в нем поражала вот такая, как бы очень серьезный взгляд в будущее. Он ничего просто так не делал, а системно все реализовывал и доводил до конца. Научная деятельность Сафронова неразрывно связана с созданием ядерного щита нашей страны. Под его руководством и непосредственным участием разработали технологию математического моделирования, функционирования узлов ядерных и термоядерных зарядов. То, что Россия выстояла и продолжала и продолжает нормально развиваться, есть здесь, конечно, большая заслуга ядерного центра и одного из лидеров нашего института Ивана Денисовича Сафронова. Выдающиеся достижения Ивана Денисовича Сафронова были отмечены на государственном уровне. По силе своего таланта, по вкладу в развитие ОРФИАДСНЕЕВ и по достигнутым результатам, Ивана Денисовича можно с полным правом отнести к отцам-основателям современного ядерного центра. В парке имени Зернова при поддержке школы «Росатома» для школьников подготовили яркую развлекательную программу. Дети могли поучаствовать в познавательных мастер-классах от педагогов Дворца детского творчества, станций юных техников и юных натуралистов. Школьники создавали букеты, мастерили открытки с фонариками и кораблики из бумаги. Для нас, для всех это был большой эксперимент, потому что совместно со школой «Росатома» мы впервые проводим вот такой праздник накануне нового учебного года. И, конечно, мы постарались, чтобы те мастер-классы, которые сегодня проходят, большинство из них были образовательными, которые могли, конечно, научить детей разным навыкам. У мастеров оригинального жанра гости учились жонглировать и ходить по канату. У маленького Максима исполнилась заветная мечта. Второклассник давно хотел освоить жонглирование. Сейчас я научился жонглировать. Некоторые элементы были сложные. У меня почти все получилось. Гостям особенно понравились показательные выступления клуба юных кинологов арта – химические и физические опыты. Довольными остались не только дети, но и родители. «И опыты посмотрели, и открыточку, и с физикой немножко познакомились. Там лепят котят из глины, и букетики делают. Вообще здесь очень здорово. Хотелось бы, чтобы почаще делали такие праздники для деток. Приходилось раньше самим всегда ребенку делать праздник, а это прям здорово очень». После участия в мастер-классах маленькие гости получали жетоны, которые могли обменять на саровское мороженое, либо бесплатно прокатиться на аттракционах. На всей территории организаторы установили несколько ярких фотозон в виде баннеров, большого глобуса и кубиков с хэштегом «Школа Росатома». Масштабный праздник подарил школьникам заряд положительных эмоций и знаний, которые пригодятся ребятам в новом учебном году. Дарья Козина, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Такими словами встречали водители и воспитанники школы номер 14. Дети вместе с сотрудниками ГИБДД вышли на дороги для того, чтобы в очередной раз напомнить автомобилистам о правилах дорожного движения. Эта акция очень замечательная, она очень нужная и хорошо, что ее сделали. Она хороша для того, чтобы мы напоминали водителям, чтобы они были осторожны, потому что все, уже сентябрь скоро, уже не за горами, и чтобы они были аккуратны. Для того, чтобы не было никаких аварий, ДТП и чтобы все было хорошо. К акции ребята подготовили плакаты и буклеты, надели яркие светоотражающие жилеты и исполнили танцевальный флешмоб. Акция «Мы вернулись» проходит ежегодно в начале сентября. За долгие летние каникулы вдали от городской суеты дети часто отвыкают от интенсивного дорожного движения. Поэтому в первые дни учебного года водителям нужно быть максимально внимательными. Прежде всего, эти акции проводятся для водителей транспортных средств, чтобы напомнить им, чтобы они были более внимательны, предельно внимательны при проезде пешеходных переходов, при проезде рядом с образовательными организациями. Пока наши дети немного не адаптируются, пока они немного не привыкнут опять к той же дорожной обстановке, нужно, чтобы водители действительно им в этом помогли и были действительно предельно осторожны на дорогах. Этой осенью вместе со школьниками сотрудники госавтоинспекции проведут акции «Засветись», «Пешеходный переход» и «Автокресло детям». Первая неделя сентября во Дворце детского творчества традиционно посвящена знакомству детей и родителей с его объединениями. В кабинетах педагоги рассказывали о том, чем будут у них заниматься мальчишки и девчонки и как развивать свои таланты. Объединение керамики Галины Котовой уже с трудом может вместить всех желающих. А прошел всего только год, как она пришла преподавать во Дворец детского творчества. Я переживала, как получится, но я очень довольна результатом. Самое главное, что довольна результатом и дети, и родители. В сентябре прошлого года Галина Борисовна набрала семь групп юных скульпторов. И все они, а это более ста детей, решили остаться и продолжить обучение. Так что в этом году педагог набирает дополнительно только две группы. Результаты творческих занятий и дети, и родители могли рассмотреть на стеллажах. Герои сказок и мультфильмов, животные, предметы декора и интерьера, Вес, израсходованный на поделки глины, не поддается подсчету. 25 мешков набиты полностью. Я вот сейчас опять заказала 25 мешков. Это вот они непереподъемные. На очередной день открытых дверей пришли более ста сыровчан. Зал с трудом вместил всех желающих. Многим не хватило стульев, и им пришлось стоять. На официальной части Светлана Калипанова познакомила гостей с результатами работы в прошедшем учебном году и рассказала о новых возможностях и перспективах. Для проведения занятий во дворце детского творчества есть 34 кабинета, два хореографических класса, актовый зал на 160 мест, про которые я вам сказала, что сейчас до середины сентября он будет закрыт, а потом откроют двери для всех детей как раз исполнительского творчества. Зимний сад, библиотека и музей детства. Во дворце работает более 40 объединений различной направленности художественной, спортивной, естественно, научной, технической. В прошлом году более полутора тысяч детей были распределены по 124 группам. Елена Грецко, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Новая диорама одного из наполеоновских сражений во время Отечественной войны 1812 года пополнила экспозицию Саровского музея оловянного солдатика. Сто фигурок высотой 54 мм в форме лейб-гвардии Павловского и Преображенского полков под командованием Александра I противостоят армии императора Наполеона. Также там представлены не только гвардии Наполеона, но и легкие стрелки, они шастера называются, линейная пехота, испанские войска представлены, ну а также артиллерия. Новое там, совсем новое там, офицер поднимает раненого генерала, ну одного из генералов, то есть как бы уже такая живая жанровая сценка, преображенец такой яростно ведущий в атаку за собой гвардейцев. Есть стрелки, унтер-офицеры, барабанщик и знаменосец. Герои новой экспозиции не абстрактные солдаты, а те, кто должны быть на поле боя именно в этот момент. На то, чтобы собрать диораму, у Вячеслава Лапашова ушло несколько лет. Показать хотелось именно битву, значит должно быть движение, атака и защита. На соседнем стенде выставлены статичные солдатики, чтобы лучше рассмотреть детали экипировки. Австрийцы, австрийская армия, французская армия, и я выставил оркестр, французский оркестр, это очень редкая, ну очень редкая вещь. Их там, я видел его один раз в Москве, и вот единственный раз я увидел и вот успел схватить буквально. Вот, русская армия, тоже в многообразии, и английская армия, но это уже, это уже в Атерлоу, 1815 год, чуть позже, но во главе с лордом Беллингтоном. Останавливаться на этом Вячеслав Викторович не собирается. Он обдумывает новые проекты, подбирает солдат для новых экспозиций. До конца этого года должна появиться еще одна большая диорама. Общее название «Купна заедина». К 4 ноября это день народного единства, ну а на самом деле это сражение под Москвой 4 ноября 1612 года. между ополчением Минина и Пожарского и казаками Трубецкого и Польско-Литовско, сейчас это украинские, да, то есть вот и всей вот той массой. Увидеть своими глазами мечту любого мальчишки, целую армию на столе, можно по будням с 15 до 20 часов. Воспитанники детского сада, школьники и взрослые, посетители любого возраста найдут для себя что-то интересное. Музей оловянного солдатика работает в здании ОБЦ на Силкино, 10, дробь 1. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. История «Что, где, когда» в Сарове началась более 9 лет назад со студенческих игр. Тогда группу молодых людей собрала Ирина Низамова. Она и стала первым руководителем клуба, который сейчас объединяет более 20 человек. Один из самых ярких игроков саровского ЧГК Никита Баринов. Он сыграл десятки турниров и играет «Что, где, когда» на Первом канале в составе команды знатоков «Росатома». Я в московской команде числюсь, но так как я живу в Сарове, я чаще всё-таки играю здесь. И играю с этими людьми. И, собственно говоря, ничего я особо не делал. Я просто играл, я старался. И, в общем-то, достиг не очень больших, но каких-то успехов в спортивном «Что, где, когда». Ну и так повезло, что благодаря «Росатому» я оказался ещё и в телевизоре. На Первом канале за столом «Что, где, когда» состязались в знаниях и ученики 15-го лицея Никита Бондарев и Кирилл Емелин. Ребята выступали в весеннем сезоне игр в составе команды «Школы Росатома». Юным знатокам удалось дать правильные ответы на самые сложные вопросы и одержать уверенную победу с крупным счётом. «Что, где, когда», как и в спорте, есть тренеры. Специальные люди готовят игроков к выступлению на чемпионатах. Один из таких – Владимир Прошкин. Мы с ними принимаем участие в школьных турнирах и иногда ездим на школьные фестивали в Москву, в Казань. Вот. На сегодняшний день у меня выпустилось уже две команды. То есть они закончили школу в этом году и в прошлом. С одного из них мы ездили на чемпионат России. В клубе всегда рады новым людям. И неважно, пришли вы в одиночку или собрались вместе с друзьями. Организаторы помогут вам открыть мир новых знаний. Всех, кто хочет постичь мастерство игры в «Что, где, когда», ждут каждый понедельник в 6 часов вечера в молодёжном центре. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Вот уже 12 лет подряд Саровское благочение вместе с неравнодушными горожанами помогает собрать в школу детей из многодетных семей и семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В этом году почти 400 саровских школьников получили подарки к Дню Знаний. Уже стало доброй традицией, что в преддверии начала нового учебного года мы всем миром помогаем собраться в школу тем, кто в этом нуждается. Чтобы получение знаний и учёбы в школе приносило только добрые чувства, добрые эмоции. Волонтёры Центра «Радость моя» при храме всех святых провели сбор средств в торговых центрах. На пожертвования закупили школьные принадлежности и констовары. Рюкзаки, пеналы, тетради и ручки организаторы выбирали, исходя из возраста и пола ребёнка. С какой любовью это делается, выбирается, чтобы самое лучшее было, самое красивое. Конечно, вот даже тетрадки какие-то со страшными картинками ни в коем случае не берутся. Выбирается всё самое прекрасное, самое красивое. То, что мы бы купили своим детям. В фойе молодёжного центра организаторы подготовили игры и мастер-классы для юных гостей. За подарками пришли ученики средних и старших классов, а также те, для кого в этом году школьные двери откроются впервые. У Оксаны Вяткиной шестеро детей. Благодаря акции «С миру по листочку» в этом году она собрала в школу уже пятого первоклашку. Несколько лет получаем подарки, что очень приятно и помогает нам в сборе детей в школу. Я думаю, что такие мероприятия нужны, полезны в плане того, чтобы люди учились делиться, помогать. И тем, кто получает, наоборот, испытывать какие-то чувства благодарности людям, что это не просто так всё даётся. С каждым годом акция становится масштабнее и охватывает всё больше благотворителей, волонтёров и получателей. После поздравлений и вручения подарков ребята посмотрели кукольный спектакль. Счастливые детские глаза и благодарность родителей – главная награда для организаторов. Дарья Козина, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Проводить свободное время, играя в различные спортивные игры на свежем воздухе, любят не только дети, но и взрослые. Это прекрасная возможность не только показать свою силу и ловкость, но и зарядиться энергией и хорошим настроением. Такой подарок сделали сотрудникам ВНИЭФ и горожанам, организаторы тематических и весёлых стартов в честь юбилея испытаний первой советской атомной бомбы РДС-1. Эти соревнования отличались от обычных спортивных мероприятий ВНИЭФ. В этот раз командам предстояло преодолеть шесть этапов эстафеты. Это банан, лыжи, лыжные гонки, гусеница, скакалка, гигантский дриблинг и запуск ракеты. Традиционно мы говорим, что это для развития корпоративного духа сотрудников, что, в принципе, мы лишний раз убеждаемся и подтверждаем. Несмотря на соперничество, настрой у команд был позитивный и доброжелательный. Хорошая погода и весёлые игры помогли участникам расслабиться после напряжённой рабочей недели. Получаю большое удовольствие, присоединяйтесь, всё очень нравится. Приятная атмосфера, дружные ребята, коллективы, интересные виды спорта. Очень хорошая, позитивная атмосфера. Весёлая, заводная победа, рвёмся. Последним испытанием для участников стал символический запуск ракеты РДС-1. Командам нужно было действовать слаженно и точно, чтобы забросить снаряд как можно дальше. Лучше всех с заданием справилась команда «Вымпел». Она же стала победителем соревнований. Екатерина Пёнова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. От классического футбола «Бампербол» отличается тем, что все игроки одеты в большие надувные сферы. Свободными у них остаётся только ноги. В игре можно безнаказанно сбивать друг друга, кувыркаться и даже стоять на голове. Соревнования в нашем городе проходят впервые и приурочены к юбилею испытания первой советской атомной бомбы. Это мероприятие посвящено 70-летию атомной бомбы РДС. И мы пригласили на нашу игру детей и взрослых, чтобы поддержать этот праздник, чтобы поднять себе настроение, чтобы заняться здоровым образом в жизни и приобщиться к спорту. Все желающие могли сформировать команду и попробовать свои силы. Каждая игра длилась 10 минут. Игроки быстро устают в массивных шарах, передвигаться в них нелегко. Нужно приложить максимум усилий, чтобы загнать мяч в ворота соперника. Влад 5 лет профессионально занимается хоккеем. Классический футбол ему не нравился, зато «Бампербол» вызвал большой интерес. Такой формат футбола очень крутой. Тут можно толкаться и не больно. Они там кувыркались, команда красных, а мы пока, они кувыркались, я в 1-0 вышел, забил. Для игроков очень важна физическая подготовка, ловкость, скорость и сила. Надувной шар весит в среднем 5 килограммов. Главное преимущество «Бампербола» в том, что огромные воздушные шары, внутри которых помещается игрок, нетравмоопасны. Любой удар соперника не доставляет боли, лишь ненадолго сбивает с ног. Все в любом возрасте могут правильно играть в эту игру. А безопасно это то, что вокруг тебя пространство в виде мяча, ребенок крепится ремнями, и даже если он отпустит руки, то есть ребенок будет продолжать находиться в этом мяче и ничем не удариться. Победителей определяли в двух возрастных категориях, до 16 лет и старше. Лучшие команды наградили спортивными футболками и браслетами с символикой РДС-1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин